Добрый день! Вы смотрите итоги дня информационного портала Управда.ру. С вами Сергей Прус. Смотрите сегодня в выпуске. По следам трагедии в Шереметьево, какие проблемы испытывает система обучения и подготовки пилотов? Младшеклассники разрабатывают энергетику будущего. Ульяновское общество слепых отметило 75-летие. Гидравлические испытания идут полным ходом. Обнаружено 185 повреждений теплосетей. Субтитры создавал DimaTorzok имени главного маршала авиации Бугаева. На родине Ленина учебное заведение открылось в 1935 году. За многие годы учреждение зарекомендовало себя с лучшей стороны, выпустив не одну сотню квалифицированных пилотов. Институт в Ульяновске готовит не только пилотов гражданской авиации, но и тех, кто сможет обеспечить должную подготовку воздушного судна к полету. Подготовка пилота, как и любого специалиста другого, состоит из двух этапов. Первый этап – это теоретический, и второй этап – практический. То есть те теоретические навыки, которые они получили. Что касается пилотов, это выполняются учебные полеты на самолетах. Ну и все это завершает, это итоговая аттестация, государственная итоговая аттестация. Поступить в институт пытаются многие выпускники школ со всей страны, однако сделать это удается лишь малому числу. Нужен высокий балл по ЕГЭ. Ряды счастливчиков заметно редеют уже на первом-втором курсе, поскольку не у всех молодых людей есть нужная база знаний для освоения сложной программы. Да и грызть гранит науки в течение пяти лет достаточно тяжело. София Рокман из Донецка с детских лет мечтала стать пилотом. В школе девочка училась только на отлично, чтобы иметь шанс поступить в заветный вуз. Учитывая то, что я из Донецка, мне пришлось переводить очень много документов, мне пришлось заверять мои аттестаты. Была трудность бюрократическая, конечно же, трудность в смысле знаний, в подготовке. Ну, естественно, я знала, что должен быть высокий уровень знаний, что нужно готовиться, что не нужно надеяться на то, что там что-нибудь будет легкое. После теоретической подготовки у студентов начинается практика. Ребят передают в летные отряды. Летное обучение состоит из трех этапов. Первое – студент получает допуск частного пилота. Далее он проходит второй уровень для налета необходимого количества часов, чтобы выйти на третий уровень. Третий уровень программы сдают курсанты на выпускном типе воздушного суда «Даймонд-42». В итоге будущий пилот должен налетать 150 часов прежде, чем пройти итоговую аттестацию и получить диплом. Я прошел 150 часов летной практики. Прошел 105 часов летной практики на самолете первоначального обучения «Даймонд-40». И после 25 часов летной практики на выпускном типе самолета «Даймонд-42». Я считаю, что данный выбор часов является оптимальным. Решение о выборе такого количества часов было принято уже достаточно давно. И действительно его хватает для получения первоначальной подготовки летной и дальнейшего переобучения в авиакомпаниях. Каждый год Ульяновский институт гражданской авиации выпускает 250 пилотов для Росавиации. Однако эта цифра уже сегодня может заметно сократиться из-за острой нехватки летчиков-инструкторов. На данный момент ни для кого не секрет, что у нас есть определенный долг по налету часов. Связано напрямую это с тем, что не хватает летно-инструкторского состава, скажем так, катастрофически не хватает. Основная причина ухода инструкторского состава авиакомпании является тем, что заработная плата колоссально отличается от той зарплаты, которая у нас есть на сегодняшний день. Сейчас государственные учебные заведения тратят в среднем 50 тысяч долларов на подготовку одного пилота, в то время как несколько лет назад эта сумма была в 2,3 раза больше. Финансирование сокращается, поэтому вузы не могут развивать научное направление. Во-вторых, авиакомпаниям приходится тратить серьезные средства для доучивания выпускников-пилотов, чтобы они могли летать на современных самолетах Boeing, Airbus, Superjet. Вопросов много, ответов пока нет. Многие государства используют практику частной подготовки пилотов. Авиакомпании сами обучают молодых летчиков, чтобы затем они оставались у них работать. Российские власти уже неоднократно обращались к авиакомпаниям с подобным предложением, но пока инициатива не была поддержана. Наталья Чумаченко, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды. В Ульяновске продолжаются гидравлические испытания. В ходе работы выявлено 185 повреждений тепловых сетей, 18 из которых уже устранены, сообщает в управлении ЖКХ и благоустройство администрации Ульяновска. В первую очередь ремонтные работы проводятся на участках трубопроводов, по которым осуществляется горячее водоснабжение. Напомним, до 27 мая приостановлена подача горячей воды в 4, 18 и 19 микрорайонах, в Ленинском районе, на верхней террасе, в Новом городе и на Опытном поле. В других районах города отключение горячего водоснабжения будет проводиться согласно утвержденному графику. В Кендяковке с 27 мая по 7 июня, в Дальнем Засвияжье с 29 мая по 11 июня, в Засвияжском районе в границах Московского шоссе улицы Октябрьской и Западного бульвара с 13 по 26 июня, в северной части города с 17 по 28 июня. В последнее время стали появляться сообщения о возможных акциях протеста против строительства храма Александра Невского на улице 50-летия ЛКСМ в Засвияжском районе города Ульяновска. Подробности в нашем материале. Общественная палата региона проведет опрос среди жителей Засвияжского района относительно строительства храма Александра Невского. Социологическое исследование организуют методом интервью в форме поквартирного анонимного опроса жителей, проживающих рядом от предполагаемого строительства. Мы предполагаем опросить 500 человек. Такое количество для одной небольшой территории позволяет выявить именно объективное мнение. Репрезентативных выборок недостаточны для такого количества жителей и для такой территории. Мы предполагаем провести социологический опрос путем поквартирного обхода, то есть будут заходить именно в квартиры жителей. И для удобства жителей мы проведем это в субботу-воскресенье 18-19 мая и преимущественно ближе к вечернему времени для того, чтобы все были дома. Напомним, в СМИ стали появляться сообщения о возможных акциях протеста против строительства храма Александра Невского в Засвияжском районе Ульяновска. В связи с этим Симбирская епархия выступила с официальным заявлением, в котором сообщила, что данные о строительстве храма на улице 50 лет в ЛКСМ не соответствуют действительности. Федеральная программа «Культура нового поколения. Энергосбережение и эффективность» стартовала в 2015 году. В нее вошел интересный образовательный проект «Проэнергию», предназначенный для младших классов. Дети уже приступили к разработке энергетики будущего. Школьники 3-х и 4-х классов представили научные работы, созданные в рамках федеральной программы «Проэнергию». Целый год маленькие ученые проводили исследования и использовали передовые технологии. Например, Вике из 20-го лицея удалось добыть электричество совсем необычным способом. Я зажигала лампочку, и она зажглась, когда сделала цепь из фруктов и овощей при помощи цинкованной медной пластины и бульсметра. Ее одноклассница тоже участвует в борьбе за сохранение здоровья и ресурсов планеты. Настя Николаева доказала вред от долгого зависания в смартфонах. Девочка в течение месяца проводила опасный эксперимент. «Я очень часто сидела в телефоне, и мама мне постоянно делала замечания. Мне стало интересно, почему же мама делает мне замечания, и я решила сделать на этот проект». «И что это выяснило?» «Я выяснила, что сотовый телефон, он понижает зрение, и из-за этого страдает иммунитет». Ученики 18 школ города и области приготовили свои версии идеального энергопотребления. Все они принесли с собой макеты электростанций и генераторов. Не обошлось и без красочных агитплакатов на тему природы. Кроме Ульяновска в федеральной программе участвуют дети из Тюмени, Озерска и Нягани. «Ульяновск в этом году был самым активным городом во всех проектах, во всех акциях, которые мы организовали. И мы вели рейтинг в течение всего года. И компанией «Фортум» было принято решение подарить финальное мероприятие самому активному и самому лучшему городу». «Все ребята, которые присутствуют на заключительной презентации, получат ценные призы». В следующем году «Проэнергию» стремится к новым высотам и охватит еще больше городов. Виктория Черкова, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды. Ульяновское общество слепых отметило 75-летие. В нашем городе эта организация была создана в 1943 году. Изначально она состояла из нескольких так называемых первичек и небольших производственных мастерских. Сегодня в ней числится более трех тысяч человек. О том, как встретили юбилей, смотрите в нашем материале. 75-летие общества отметили с размахом. В Доме культуры Всероссийского общества слепых организовали большой концерт с приглашением первых лиц города и области. «На предприятии общества слепых работаю с 1974 года. И с этого же время посещаю Дом культуры, он раньше назывался, теперь он КСРЦ называется, новое имение. У нас здесь есть драматический коллектив. Ведет Михаил Николаевич Петров, артист театра драмы Ульяновского». Члены Ульяновской организации славятся своей общественной деятельностью. Благодаря их активной позиции в регионе было выделено средство из областного бюджета на приобретение средств реабилитации. Например, в прошлом году было направлено 830 тысяч рублей. В этом году размер субсидий достиг полутора миллионов рублей. «В нашем районе 72 инвалиды по зрению. Мы проводим ежемесячно, даже в месяц, бывает по нескольку мероприятий, посвященных знаменательным датам, знаменитым людям. Мы совершаем паломнические поездки. Мы где-то их уже не были. Мы Чувашию все проехали, мы Мордовию, Саранск все проехали, мы Нижневу-Новгород проехали, мы Дивеевы были, в прошлые годы были в Татарстане, были в Казанском Кремле, были в Свиярске. А уж в нашей области, мне кажется, нет такой точки, чтобы мы где-то не побывали». Общество слепых поздравил председатель правительства Александр Смекалин. Он отметил, что Ульяновское отделение тесно сотрудничает с органами государственной власти по разработке соцпроектов. В том числе в ульяновских школах созданы условия для занятий детей с нарушениями зрения. Анна Тищенко, Новости Ульянской Правды. В Ульяновске проходит первый международный фестиваль спектаклей для всей семьи «Вместе». Ульяновцы могут посмотреть лучшие спектакли для детей и молодежи от разных театров, из городов нашей страны и зарубежья. Фестиваль продлится до 20 мая. На одном из представлений побывала Ирина Антонова. 17 мая в рамках первого международного фестиваля спектаклей для всей семьи «Вместе» на сцене Ульяновского дворца творчества для детей и молодежи выступил театр для детей и молодежи из города Кемерово. Актеры представили свой самый титулованный спектакль «Что случилось с крокодилом». Это такая своеобразная бумажная сказка. Он был показан на сценах не только нашей страны, но и Германии, и Китая. Как сказал в шутку директор театра Григорий Забавин, крокодил летает по миру. Сегодня ведь дети играют в покупные игрушки. А вот взять поварешку и превратить ее, я не знаю, в птицу, в рыбу, а ботинок в зайчика, а варюшку в белку. А взять, как вот в этом спектакле «Бумажная сказка», взять бумажку, вот так вот ее завернуть, и она вдруг стала червячком. А если вот так вот завернуть, она вдруг стала бабочкой. И вот из этой бумажки, да, вот бумажка, вот ее скомкал, а она стала птенчиком. И вот это превращение всего во все, что угодно, мне кажется, это какой-то вот такой хороший ключ, который мы нашли, но мы однажды на фестивале его подсмотрели. В выходные дни в рамках фестиваля на сцене Ульяновского тюза выступит Болгарский театр «Кредо», Юго-Осетинский государственный драматический театр, Российский академический молодежный театр, Ульяновский театр юного зрителя, небольшой театр. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, новости Ульяновской правды. Согласно прогнозу синоптиков, в выходные в Ульяновске сохранится прохладная погода. Температура воздуха днем составит около 11 градусов по Цельсию. Ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-6 метров в секунду. Магнитное поле спокойное, ультрафиолетовый индекс равен 5. Это все новости на сегодня. Смотрите нас в 18.50 по будням на информационном портале ulpravda.ru. Хороших вам выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова